В той выжной трассе расставлено порядка скотейших число крейсов, сомнированных по порядку. 1, 2, 3 и так далее. Кассирша продавала билеты на первое 5 мест, но на некоторые места она продавала не один билет, и общее число городных билетов N больше, чем 1. Зрители ходят на трассу по одному. Каждый, подходя к месту, указанному на его принимателем, если она свободна. А если она занята, то говорит Ох, и идет к следующему по номеру месту. Если она свободна, то занимать его. Если же занят, то он говорит Ох и двигается дальше, до первого свободного места. Скажите, что общее количество Охов не зависит от того, в каком порядке зрители ходят на кач. Давайте нам скажем, что у нас есть место, для какого числа ЭП показано. Ну вот. И что будет, когда мы добавим еще 3 свободного места? Снос-мот, смотрите. Скажите, что на первом месте продавала кабель. Вот, хорошо. Значит, как у нас это все будет работать? Давайте посчитаем, сколько у нас раз Ох сказали люди вот от чего, которые пришли на первое место. Хорошо, первый сел и ничего не сказал. Все остальные, и приходится сначала сказать хотя бы один раз слово Ох. Значит, давайте скажем так, количество Охов вот над вот этим креслом на скаминус-1. На самом первом? На самом первом скаминус-1, конечно. Вот, хорошо. И теперь давайте посмотрим, что вот этот случай обозначает. Скажем, что у нас на второе место было продано там X билетов. Вот. Был продано на X билетов. Но это тот же самый случай, что... То есть вот здесь вот у нас столько же, раз, вот два, все будет. Прозвучит слово Ох, как если бы сюда было заполнено еще X плюс Аминус-1 билетов. То есть вот эти места будут звучать столько же, как если бы вот сюда было столько мест. Это верно, но почему? Ну, это просто надо посмотреть такой случай. Либо второй пришел первеншим, а не все, либо он между ними, либо сам последний. Ну, давайте рассмотрим. Нет, в некотором смысле, смотрите, в некотором смысле она продала X билетов, один из них без Оха, а остальные без Оха. Она и Соха, да. Она нам не обязана была продавать сюда X билетов. Она могла сделать так, она могла сюда продать один из них. и еще продать X минус один билет на это место. С Охом! Ты должен охнуть и получить билет сюда. Это то же самое, что получить билет сюда. Ну, по-моему, все понятно. Можно было, смотрите, сказать, что если есть два человека, сначала пришел один, потом другой. Да. То если мы поменяем местами, по количеству ухов ничего не изменится. Ну, в общем, да. Ну, потому что они охают либо друг над другом, либо над кем-то другим. Над кем-то другим не меняется количество охов, если они меняются местами. И над друг другом будет ох либо первым над вторым, либо вторым над первым. А теперь, ребята, вопрос. Помните ли вы задачу, которая была примерно на эту тему, пожалуй, даже сложной? Были ящики, и мы располагались в квадрате вот таких вот областей. И разрешалось, если есть какой-то квадрат, после сбрасывания которого по-прежнему идет так, что вот здесь больше грамм, чем здесь. Убывание? Ну, не строгое побывание. То, я требую с понятием, что там произойдет. Ребята, на самом деле, такого типа задачи можно придумать очень много. Это, конечно, замечательно, что вы ее фактически решили, но нужно решать, что с вами. На самом деле, у всех этих задач есть один способ. Он состоит в следующем. Надо посмотреть на всевозможные картинки такого типа. Вот наши, когда все слышали такое. Это люди, которые купили билеты. И вот на каждом местом есть один или несколько человек, а уже тем более, тех, кто купили билеты. Это понятно, Дэн? Да, и купили билеты. Они еще не купили билеты. И вот этот, вот этот, вот этот билет, да, здесь 4 человека, здесь 5 человек, здесь 6 человек и так далее. И некоторые люди, которые уже ну, делятся ли они стали. Давайте подположим, что на этом месте уже какой-то человек есть. Скажем, на этом месте кто-то есть, на этом месте кто-то есть, на этом месте кто-то есть. Скажем, здесь вот еще есть 3 человека с билетами, при этом на этом месте кто-то есть. И так, каждое место либо заполнено, либо не заполнено. На каждое место либо есть вот эти вот купившие билеты, либо нет. Понимаете, ситуация? Вначале у нас никто не сидит, и есть вот эти вот проданные билеты. Что по условиям этой задачи можно делать? Очень просто. Если место заполнено, то можно сказать «ох» и передвинуть свой билет в соседний билет. Понимаете? Вот здесь вот заполнено. Поэтому этот человек может отсюда перейти и сюда. И здесь он будет. Если где-то место не заполнено, то этот человек может сделать вот так. Согласно уже без всякого «ох». Что-нибудь еще можно? Или нельзя? Ну, все. Все. В этой ситуации все это понятно. У нас есть цены билетики проданы. И в любом месте мы смотрим, если у нас есть проданный билетик, и здесь он заполнен, то делается вот так. Если же у нас, скажем так, сделали, и здесь не заполнено, то можно сделать вот так. Теперь вопрос. А что надо проверять? Ну, что мы сделали? Я напомню, что это такое. Если у вас есть некая ситуация, и вы из нее идете, 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 и другим способом идете, 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 то возможно такая штука, что в какой-то момент вы, может быть, шли по одному и тому же пути, а потом разверлились. Так вот, в месте, где у вас ситуация была и произошла развилка, должно быть, возможно, слияние. То есть, должна существовать последовательность правильных операций, которые приводят их к одной и той же ситуации. Два слова объясню, почему это так хорошо. А потому что представьте себе, что из какой-то ситуации мы получили два принципиально разных результатов. Ну, в понятие конфигурации входит количество ухов, разумеется. То есть, мы только это сложили, ну и столько ухов, кричьи, но... Да вот, представьте, что получили разное количество ухов. Тогда вы из этой ситуации тоже идете. Тут же у нас понятно, что рано или поздно процесс закончился. Приходите. Здесь развилка. Значит, мы получаем, что отсюда можно прийти сюда и сюда. Но это уже меньшее количество ходов, чем здесь. Значит, можно по нему-то и считать, что здесь может оказаться, что единственная нормальная форма. Вот то, что получается на высоту, из чего уже нельзя сделать ход, будет казаться нормальной формой. И мы интересуемся у всех три объектов одна и та же нормальная форма. Так вот, если бы у нас в каком-то объекте были две разные нормальные формы, то получилось бы, что либо эти разные, либо эти разные. А это ниже этого объекта, и это тоже ниже. И поэтому по индукции, либо эти, в общем, должно быть, что все хорошо. То есть, есть планы, собрать, где они должны быть. Отлично. Давайте поймем, что же это означает в нашем случае. Это очень просто. Вот есть какая-то конфигурация. Представьте себе, что вы где-то делаете ход. Ну, например, вот этот ход, да? Отберите, как переходите сюда. Вот это преобразование А. И где-то делаете преобразование вот это вот, преобразование В. Ну, и где-то еще у вас есть вот это преобразование С. Замечательно. Итак, вы сделали преобразование А, вы сделали преобразование С. Согласитесь, что вы могли сначала сделать С, а то же делать А с таким же результатом, правда? Или вы сделали преобразование А, или вы сделали преобразование В. Точно так же могли здесь сделать В, а здесь сделать А. А в чем могла быть небольшая проблема? В том, что вот эти штуки могли быть немножко зацепленными. Ну, что это означает? Скажем, у вас преобразование А могло идти в тот же самый столбец, из которого делается преобразование А. Ну что, многие сначала сделают В, В, А, Черемец, или у вас преобразование С могло делаться туда же, где А. Как я не скажу, ребята, как только вы начинаете в этом задумываться, эта задача превращается в абсолютную начальность. Да. Все А-шки там в лево сначала делали, то есть мы как А, в одном месте. Нет. Мы никуда ничего не делаем. Мы говорим, что локально условия слияния здесь просто очевидны. А. Если у вас есть конфигурация, и вы где-то… Вот кто-то взял и свой билет применил и сел на место. А кто-то в другом месте применил и сел на место. А не могли это сделать фурмонолёт. Чего-нибудь. Или кто-то сказал ох и передвинул свой билет на следующее. А в этом месте кто-то сел. Точно так же можно сначала сесть, а потом это сказать ох. Ну и так далее. Они все настолько очевидно коммутируют. И.